Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые коллеги. В начале своего выступления хочу поблагодарить вас, Валентина Ивановна, и всех членов Совета Федерации за возможность предоставить Тульскую область один из самых перспективных с точки зрения промышленного и инвестиционного потенциала нашей страны. Тульская область – это регион с богатой историей, с талантливыми людьми. Во всем мире знают великого писателя Льва Толстого, выдающий тульские оружейники Демидов, Мосин, Шипунов, Грязев и многие другие, внесли большой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. А выпускаемая сегодня высокотолочная продукция наших оборонных предприятий служит обеспечению безопасности и порядка в различных уголках мира. Нам есть что развивать, есть что приумножать, и мы работаем над этим вместе с жителями Тульской области. В прошлом году в результате широкого общественного обсуждения была принята программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет. В ней определены стратегические приоритеты. Это построение комфортной среды для жизни, развитие высокотехнологического производства, улучшение инвестиционного климата, подготовка кадров для российской промышленности, формирование устойчивой продовольственной базы, сохранение культурного наследия и развития туризма, повышение эффективности государственного управления. Цели программы полностью соответствуют майским указам президента Российской Федерации. Качество жизни – понятие достаточно емкое, многогранное. Это и комфортное жилье, и профессиональная востребовательность, дороги, ЖКХ, образование, медицина, а также облик наших городов и поселков. Именно с повышением качества жизни мы связываем решение сложной демографической проблемы. Нам удается снижать смертность. Но, как и в большинстве регионов, ключевой задачей для нас остается повышение рождаемости. К решению этой проблемы мы подходим к комплексу. В 2016 году президент России Владимирович Путин поддержал идею создания в Тульской области первого перинатального центра. Проект бюджета Российской Федерации, который рассматривается в настоящее время в Государственной Думе, включает в себя и эту важную задачу для нашего региона. Прошу вас, уважаемые Валентина Ивановна, уважаемые сенаторы, также поддержать нашу инициативу. Работу по повышению качества медицинских услуг правительство Тульской области ведет на системной основе. Так, в этом году начато строительство двух корпусов детской клинической больницы. внедряется проект Бережливая поликлиника. Это качественно новый стандарт предоставления медицинских услуг. В 2016 году проведен капитальный ремонт в 18 медицинских учреждениях. В первом полугодии 2017 года завершен ремонт уже в 13 объектах здравоохранения. До конца этого года откроются пять новых ФАПов. А в начале следующего будет введено в эксплуатацию еще шесть ФАПов модульного типа с предоставлением жилья сразу же для специалистов, которые там будут работать. Приобретено 350 единиц медицинского оборудования и поставлено 66 автомобилей скорой помощи. На особом контроле находятся вопросы образования и спорта. Все дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в детские сады. Но остаются еще очереди до трех лет. И над этой проблемой мы постепенно работаем. В 2016 году начал работать вновь построенный детский сад на 120 мест в Туле. В первом полугодии 2017 года создано 110 дополнительных мест в детских учреждениях. В этом году завершено строительство детского сада на 240 мест. Начало строительство еще двух детских садов на 200 и 110 мест. За короткий срок было построено Тульское Суворовское военное училище, рассчитанное на 560 суворовцев. В ноябре 2016 года мы открыли первый технопарк, первый кванториум в Тульской области. В этом году впервые за 10 лет приступили к строительству школы на 600 мест. Решая вопросы вовлечения граждан в занятия физкультурой и спортом, в прошлом году регионом было введено в эксплуатацию 30 спортивных сооружений. Это спортивные площадки, бассейны, фоки. На 2017 год запланировано ввод еще 23 объектов. Кроме того, в этом году по программе «Газпрома» мы приступили к строительству первого в регионе крупного ледового дворца на 3000 зрительных мест. Особое внимание уделяем благоустройству наших городов. К 2020 году нам предстоит празднование 500-летия Тульского Кремля, в рамках которого мы проведем работу по реставрации многих объектов нашего культурного наследия. Планируем воссоздать облик ряда малых исторических городов. Еще один значимый проект – это Тульская набережная, вы его видели в видеофильме. Его реализация повлияет на историческое ядро и социально-экономический облик города. Центр Тулы станет единым историко-культурным пространством. У туляков появится новое место для отдыха. Гостям города проект обеспечит новые туристические маршруты. При этом 60% финансирования, я хочу подчеркнуть, это внебюджетные деньги. Мы приложим все усилия, чтобы в 2018 году этот проект уже для туляков был реализован. 2017 год объявлен годом экологии в России. В Тульской области мы реализуем более 90 мероприятий федерального, регионального и местного значения, направленных на сохранение природных богатств. Ведем работу по утилизации ртутосодержащих отходов и ликвидации несанкционированных свалок. Разработана экологическая карта Тульской области, которая содержит наиболее полные данные о состоянии окружающей среды в нашем регионе. Также проводим комплекс мероприятий по реабилитации водных объектов, охране и воспроизводству лесного фонда, созданию особо охраняемых природных территорий. Жители области все более активно принимают участие в экологических и природных мероприятиях. Планируя наше общее будущее, мы должны отчетливо понимать, основа его воплощения – это новая экономика с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, работающей на современной технологической базе. Сегодня мы можем сказать, что Тульская область – это динамично развивающий регион. За 2016 год ВРП области составил более 538 миллиардов рублей. Это 104,7% к 2015 году. Ключевые отрасли экономики региона – это оборонно-промышленный комплекс, химия, металлургия, пищевая промышленность. Их суммарная доля в промышленном производстве составляет более 75%. Развитие промышленности региона в последние годы идет опережающими темпами. Так, индекс промышленного производства за 2016 год составил 112,8% к 2015 году. По этому показателю мы заняли второе место ЦФО и седьмое место в России. Чтобы обеспечить экономику региона профессиональными кадрами, мы усилили взаимодействие предприятий, научно-исследовательских и образовательных центров. Отдельно отмечу наш оборонно-промышленный комплекс. Тульская область – оружейная столица России. Обороноспособность страны обеспечивает 25 тульских предприятий АПК, продукции которых известны всему миру. Это КБП, сплав, Тула, машзавод и многие другие. Глава государства Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что будущее оборонной промышленности – в увеличении доли производства высокотехнологичной гражданской продукции, ориентированной на потребность передовых на окоемких отраслей, в развитии производства продукции двойного назначения, доказавшей свою эффективность практики взаимного обмена технологиями между гражданскими и военными отраслями. По этому вопросу у нас налажен конструктивный диалог с государственной корпорацией Ростех, который действительно приносит значимые плоды. Так, на базе завода «Октава», который тоже был представлен в фильме, производящим акустическую аппаратуру, в том числе военного характера, создается индустриально-творческий кластер. Он включает в себя уникальный музей станкостроения. Это первый музей станкостроения в России и будет самый крупный музей. Высшую техническую школу Ростеха, территорию для IT-бизнеса, комфортное общественное пространство. Здесь бы я хотел отметить значимый вклад, который вносит Ростех и лично Сергея Викторовича Чемезова в развитие Тульской области и, конечно, в ее промышленности. Инвестиционная стратегия Тульской области нацелена на комплексное развитие территории за счет максимального использования собственных ресурсов, привлечения российских иностранных инвестиций. Активно внедряются целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса. По инвестиционному климату мы второй год занимаем четвертое место в национальном инвестиционном рейтинге регионов. Сегодня у нас успешно работают и развиваются более 200 компаний с иностранным капиталом. Среди них такие мировые гиганты, как Unilever, Cargill, Procter & Gamble, ACA, Knauf и многие другие. В 2016 году инвестиции в основной капитал составили 112,6 миллиардов рублей. По итогам первого полугодия 2017 года этот показатель составил 45 миллиардов рублей и вырос на 17,9%. В 2016 году в Тульской области была создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа, узловая. Уже 8 компаний получили статус резидентов. Учитывая, что большая часть налогов от резидентов поступает в федеральный бюджет, прошу вас, уважаемая Валентина Ивановна, поддержать наше предложение о выделении федерального финансирования на инфраструктуру особой зоны. Сейчас она финансируется исключительно из регионального бюджета. Существенную роль в развитии региона играет агропромышленный комплекс. У меня еще есть время? Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, спасибо. Да, включите микрофон, пожалуйста. Его доля в Валовом региональном продукте региона может показаться незначительной, около 7%, но при этом отрасль развивается опережающими темпами. В области производятся практически все необходимые продукты питания. Я прошу прощения, просто Тульская область – это такой значимый регион для России, что требуется дополнительное время. Естественно. Согласна. В 2016 году аграрии регионы собрали рекордный урожай зерновых – более 1,5 миллиона тонн. Произведено более 185 тысяч тонн молока. Производство мяса увеличилось на 13%. За первое полгодие 2017 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 140%. Это первое место в России. По результатам социально-экономического развития Тульской области два года подряд отмечено правительственными грантами. Достижение позитивной динамики и развития – это результат совместной работы с региональной властью, бизнесом, общественных организаций и, конечно же, наших жителей области. Нам удалось успешно задействовать потенциал гражданского общества в процессе принятия важнейших управленческих решений. Жители области активно участвуют в общественном осуждении крупных проектов. В то же время сохраняется ряд проблем, сдерживающих развитие нашего региона. Это уже и упомянутая сложная демографическая ситуация, высокая доля ветхого аварийного жилья, недостаточность собственных финансовых ресурсов для реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов. В рамках расширенных заседаний Комитета Совета Федерации члены правительства Тульской области совместно с сенаторами подробно обсудили эти вопросы и получили необходимую поддержку. Большое вам за это спасибо. Уважаемый Владимир Иванович, уважаемые члены Совета Федерации, в завершение хочу поблагодарить вас всех за конструктивную совместную работу, которую мы проделали. Уверен, что реализация постановления Совета Федерации о государственной поддержке Тульской области придаст дополнительный импульс к социально-экономическому развитию нашего региона. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.